Приветствую вас в очередном уроке. Меня зовут Федор Васильев и мы продолжаем с вами делать мини сайт вы должны были самостоятельно сделать вторую кнопку и третью так теперь у нас все готово мы двигаемся дальше но еще хотел немного сказать о кнопках посмотрите если я сейчас выделяю кнопку да вокруг нее синий рамочка вы должны понимать да что это прозрачная область то есть тот оранжевая кнопочка это пнг картинка и вот эта прозрачная область и и идет вот до синих вот этих рамочек да соответственно при наведении когда на что-то происходит свечение звук это уже происходит уже тогда когда мышка достигает вот этой прозрачной области это не совсем как бы хорошо и поэтому такие области нужно поджимать выбираем клиппинг тул у вас скорее всего будет вот так а если кнопкой на кнопку вот эти прозрачные части будут заходить да вот таким вот образом то будет вообще тут перебив звука два раза звук будет происходить и там где можно нужно поджимать по сути мы как бы отрезаем прозрачную область но с этим нужно быть аккуратным видите я могу ли отрезать даже кнопку да и и она так и будет выглядеть вот с отрезанным краем сбоку нас ничего не происходит поэтому по максимуму так поджимайте выделяем следующую кнопку соответственно снизу у нас тоже ничего не происходит мы до максимума так вот убираем единственное оставляйте вот здесь наверху потому что здесь текст он будет вылазить как бы пропадать его не будет видно помните да при наведении нас текст выскакивает наверх соответственно здесь нужно верху оставлять место поджимаем по краям и снизу проделать нужно у всех кнопочек и контур энтер давайте посмотрим что происходит вот как я и говорил я снизу много обрезал смотрите видите кончик кнопочек отрезается и обрезается наше свечение да поэтому имейте ввиду здесь нужно аккуратненько отрезать так чтобы наше свечение не отрезалась да вот главное тут по краям убрать вот так вот и все нормально мы двигаемся дальше в этом уроке мы будем делал с вами левый вот этот блок при загрузке сайта у нас начали выезжает потом тут информация об авторе например до социальной кнопки вокруг и все и в этом же уроке мы сделаем выезжение нижнего этого блока да давайте приступим выделяем наш вот этот блок обратите внимание здесь важен порядок до кнопки на самом верху этот блок у нас здесь в панели ниже находится да потому что его прозрачный область видите перекрывает кнопку если я вот здесь вот первым еще выше да вы на кнопку вообще нажать не сможете но здесь конечно же этот блок мы потом подожмем как вот заключим символ то есть вот такие моменты нюансы нужно здесь учитывать нельзя к сожалению отрезать так картинку да по краям при ее вот фигуре чтобы не оказалось прозрачных областей а так было бы идеально и так для начала мы с вами заключаем нашу эту фигуру символ заключаем символ называемого например left и вот сейчас когда у нас есть символ да мы с вами давайте здесь подожмем здесь аккуратненько чтобы тень была видна подожмем здесь так чтобы мы ничего не обрезали здесь тень тоже ведь обрезается поэтому чуть-чуть здесь но и здесь тоже чуть-чуть можно отрезать так анимация отключи отключена заходя внутрь этого символа выделяем наш объект он у нас при загрузке страницы выезжают как бы слева до поэтому без анимации двигаем в сторону и он у нас не просто выскакивает он еще выскакивает из прозрачного включаем анимацию также немножко отступим чтобы не самого начала двигаем наш ползунок эффект у меня выбрал бамус и двигаем так нашу панель подвинули двигаем ползунок на начало анимации двигаем прозрачный на 0 двигаем ползунок и двигаем ползунок 100 то есть мы сделали от 0 к 100 то есть из прозрачного вот он выскакивает видите да как сейчас я вожу видно сразу как происходит таким вот образом эта задумка была сделана только в начале когда сайт только открыли да вот дальше мы ставим стоп стоп а дальше у нас с вами появляется здесь информация об авторе и социальные кнопки это можно разместить в том же символе принципе в моем примере я так и сделал да то есть у нас выезжает блок и дальше можно сделать анимацию появления информация об авторе так идем дополнительные материалы из перекидываем сюда картинки социальных кнопок и можете вашу фотографию сюда засунуть или еще что-то для тренировки да и так и давайте перебросим элементы которые у нас с вами там значит я перебрасываю себя перебрасываю вот эту вот картинку перебрасываю у нас еще с вами есть блик вот таким вот образом выделяем и перетаскиваем наш проект и так давайте сначала разместим вот эту вот вещь она у нас соответственно большего размера но и и поджимаем так чтобы разместить ее хорошенько здесь чуть-чуть еще можно поджать также здесь можно поджать прозрачные области что мы делаем дальше вы например хотите разместить сюда в свою фотографию да сразу вам говорю подготовьте на фотошопе или где вам нужна квадратная фотография чтобы все стороны были равны то есть если конечно же вы хотите сделать здесь круглую фотографию поэтому выделяем картинку фотографию свою до берем наш инструмент из-за вот эти марки ручки тянем к центру так чтобы вот так вот получился круг видно все наш круг готов тянем сюда ставим ее выше и и нам нужно сейчас так и и ужать чтобы она поместилась в данный круг подгоняем так подогнала картинку ищем наши социальные кнопочки вот я хотел сказать по поводу мелких предметов вот такие мелкие элементы то есть вам нужно заведомо знать размер например вот таких социальных кнопочек я сначала то есть ужал размер в программе и на выходе они получились плохого качества поэтому лучше на фотошопе подогнать маленькие какие-то элементы вашего дизайна подогнать на фотошопе и сохранить их не для веб устройства сохранить как тогда качество будет получше вот но все равно вот эту кнопку youtube у него написано youtube мелко выглядит как бы это как будто картинку плохого качества поэтому имейте это ввиду есть вот такой еще блик я его у себя убрал на сайте но вам покажу все равно где его сделал может быть вам понравится эта фишка оставите просто небольшое свечение пробегает по макушке вот этого блока левого во время загрузки страницы вот у нас в контакте социальная кнопка заходит за нашу фигуру поэтому тянем наверх и размещаем аккуратно так google плюс у нас осталось также ее наверх еще у нас осталось одноклассники да так теперь тянем блик он у нас вот здесь вот пробегает от края левого к правому да и так мы все разместили объекты давайте их анимировать да и забыл вот здесь берем текст можете писать можете нет цвет черный наверх размер если написали какой-то текст советую текст картинку и фигуру то есть фотографию и вот эту белую фигуру заключить в группу у нас это картинка вот 102 моя фотография и текст выделяем все и конверт групп сразу наложим эффект на появление группы на так наш стоп отодвигаем вылетела где-то здесь а вот сам начале что еще берем группу выделяем все социальные кнопки и на самом начале мы делаем of чтобы их не было а только здесь будем сейчас включать на конце анимации да то есть когда наш блок left вылетел я переключил анимацию в обычный режим и сначала у нас появляется группа до так стоп анимацию отключаем давайте сначала мы ее включаем но она у нас сначала будет прозрачность ноль теперь включаем анимацию выбираем скорость да вот таким вот образом то есть проявляется и заключение этой анимации у нас должны появиться социальные кнопки и они у нас появляются поочередно вот с правой части с правой стороны вот так бегут бегут так и у нас с вами здесь сама нижняя кнопка чтобы нам лучше ориентироваться на этом вот уровне до конец анимации выделяем все социальные кнопочки здесь их мы все давайте он так у нас одноклассники до выделяем одноклассники находим ее здесь меняем на эффект баус включаем пин здесь у нас выскакивает одноклассник даже знаете как выделяйте все кнопки быстрее будет потом подвинуть анимацию обращаем внимание чтобы они у нас здесь были все выделены так они у нас также появляются как бы изнутри до опять я поторопился отключаем анимацию выделяем все кнопки и все ставим ноль чтобы появились они изнутри до так ползунок ставим на конец анимации включаем анимацию двигаем ползунок и 100 смотрите у меня выделены все сами кнопки поэтому для всех сразу прописалась анимация для экономии времени до кликаем в пустом будет вместе чтобы снять выделение выделяем в одноклассники смотрим где она то есть вот одноклассники вылетели следующий twitter где у нас twitter самый верх и тянем за верх анимации чтобы он появился чуть позже так следующая вконтакте двигаем ползунок конец анимации чтобы мы знали где она скончается последняя анимация до двигаем чуть дальше так google так и youtube вот таким вот образом давайте контур энтер посмотрим что в браузере и у нас в принципе все хорошо получилось осталось анимировать нам здесь этот блик и я заметил что у нашего блока лифт давайте выйдем из символа у нашего блока лифт вот здесь вот мы зря сильно убавили он как-то выскакивает откуда-то из тени лучше оставить здесь так так опять заходим символ и давайте блик соответственно соответственно в начале в начале обязательно ему off у нас все у нас все появилось здесь выбирайте когда вы хотите чтобы он пробежал я беру произвольное время ставлю ему здесь он и быстренько он у меня анимация обычная быстренько он меня пролетит анимацию видите включил и просто мышка быстренько у меня вот так он пролетит где-то до сюда вот можно просмотреть чтоб все у нас нормально и на конце его off давайте посмотрим в браузере вот так вот видели сейчас блик прибежала да у нас уехал федор васильев до надпись смотрим почему так по центру поставим так сейчас все нормально я просто перенес на другую строчку свою фамилию да и расширил эти границы и у нас стал нормально отображаться итак на моем примере сайта да смотрите на фотографии видите при наведении мышки всплывает текст да если вы не помните то есть открываем нашу группу выделяем нашу фотографию если вы хотите повесить на какую-нибудь фотографию текст то вот здесь вот внизу где написано title можете вписать все что угодно и это будет отображаться на той картинке которую вы выделили то есть выделяем картинку и присваиваем ему title и у нас с вами осталось анимировать нижнюю часть да сделано у нас в демо так что при смене странички то есть по когда мы кликаем по кнопочкам помимо смены контента здесь каждый раз всплывает вот эта нижняя часть и так же у нас всплывает при когда сайт у нас только что только загрузился да поэтому давайте найдем ее выходим из символа это у нас двойка да сразу конвектируем ее в символ назовем ее футур сразу давайте подожмем снизу не обязательно да можно вот здесь чуть-чуть поджать так чтобы у нас сильно не обрезалось заходим внутрь символа футур и анимируем ее также можно сделать немножко отступ включаем анимацию берем какой-нибудь эффект опять я поторопился отключаем анимацию она у нас выезжает снизу поэтому чуть-чуть ее двигаем вниз теперь включаем анимацию и аккуратненько двигаем это все дело наверх примерно так и так же она у нас появляется из прозрачного можете просто опустил ползунок на ноль у нас получилось тут наоборот она исчезает когда приходит просто вы выделяем нижнюю анимацию и уже как мы много раз сделали инверт перевернули анимацию да и вот все нормально и в конце соответственно у нас здесь стоп вот таким образом выходим из символа контур энтер обновляем страницу и у нас вот так вот выскакивает он снизу да еще такой момент заходим в футур в самом начале все таки будет лучше чтобы здесь был off а вот у нас все равно не с самого начала да а вот здесь вот у нас только он а иначе ее снизу все равно видно как будто дергается моргает вот сейчас уже лучше ее не видно она появляется также можно вот этот left блок давайте проверим я не помню сам наш блок он у нас уделяем его он у нас первый вот он у нас появляется здесь можно здесь поставить ему тоже off вот так будет правильно то бывает если такого нет вот это off он да выключаем включаем то он как бы моргает он не проиграл еще а он уже виден как бы дергается он в том месте откуда он стартует и когда мы ставим off он у нас все плавно происходит его там где не должно быть его там и нет вот теперь у нас все красиво итак пришел во время вешать контент вот на эту белую область для нашей первой кнопки да тут у нас располагается видео и располагается у нас текст справа и внизу я буду продублирую то что я делал в первом варианте вы можете использовать свое видео вот это мы вставляем аналогичным образом мы с вами тоже проходили берем тот же код в папке с уроком я этот код вложил чтобы вам его не искать итак выходим из символа чтобы вы были в корневой каталоге stage давайте берем rectangle делаем контейнер для нашего видео размеры тут смотрим сами как вы думаете как лучше слишком большой делать не нужно если он у вас не прозрачный такой можете убрать прозрачность как хотите так и сразу конвектируем его в символ и называем его видео сразу говорю вот здесь вот на панели чтобы видео у вас был символ в самом верху чтобы на него не ложились никакие слои вот как у меня здесь так заходим в символ кликаем вот напротив символ видео вот в эти скобочки и выбираем вот этот creosin complete и здесь вставляем код вы найдете этот код в папке с уроком вот у меня здесь уже прописана ссылка замените на свою я вам не упомянул здесь еще можно не просто видео вставлять а здесь видите какая ссылка длинна можно вставлять целый плейлист сейчас я вам покажу как я это делаю и у меня уже были заданы размеры 337 на 225 давайте выставить размеры нашему контейнеру выделяем rectangle вот таким образом я зашел в свой канал смотрите у вас должен быть созданный плейлист если вам это нужно значит выберем плейлист какой вы хотите я например этот чтобы у вас открылась вот так вот да чтобы сбоку были вот эти ваши ролики вашего плейлиста все в принципе то же самое выбираем поделиться html код так и здесь у нас просто длинная ссылка также начинается где srk равенство двоеточие и начинаем делять https и длинная длинная ссылка вот идет до вот это козагогулина и да то есть ссылка идет до нее запомните потому что здесь идет и и там идут параметры разные то есть вот это уже не надо если ставите с этим не знаю наверное не будет работать поэтому вот вам сразу говорю идут вот такие символы 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 вот вам нужно до и вот этой ссылку копировать тогда ставится плейлист то есть он тут проиграет абсолютно так как и задумано когда ролик закончится автоматически начнется играть второй ролик данного плейлиста думаю здесь понятно и так вот я обновил страницу видео встало и у нас она там тоже плавно появляется и немножко его наверх надо поднять поднимаем контейнер чуть выше выделяем смотрите чтобы анимация была отключена и так же где-то не сначала в самом начале так же ему off чуть отступили там сами смотрите в какое время хотите чтобы появился да и так же здесь от прозрачного да и не забудьте выделить анимацию поставить здесь желательно обычную анимацию вот он вот так проявился здесь не будет видно давайте контр-энтер и вот смотрим загружается страничка у нас плавные видео тоже появляется так и еще я забыл социальные кнопки же мы повесили не знаю объяснял я нет заходим наш символ left давайте в самый конец здесь все просто уделяем кнопочку нашу да например одноклассники напротив нее значит кликаем вот в эти кавы где у нас круглые скобки и действие соответственно как хотите по клику а здесь выбираем линк и выбираем в новом окне открыть ссылку или нет в новом окне лучше да и вот где подсвечивается адоб да здесь просто вешайте вашу ссылку вот и все в описании выходим из символа текста который находится рядом с видео я поместил вместе с символом видео поэтому появляется он примерно в одно время ставим ползунок вначале это анимации да анимацию пока отключим убираем текст и вставляем здесь наш текст черный цвет выравниваем можно слева сделать также размером смотрите играетесь и чуть вниз он у меня немножко всплывает снизу вверх и также из прозрачного появляется да включаем пин двигаем анимацию немножко вверх ее и также вешаем из прозрачного смотрим оп текст появился так в конце ставим также стоп контур enter так смотрим и вот смотрите текст я вот вам говорил если не ставить off on он появляется сначала сразу на его месте откуда он стартует потом исчезает и идет анимация да вот смотрите еще раз оп оп видите дергана то есть нам надо то же самое это ставить как мы ставили на нижнем блоке и на этом блоке давайте смотрим у rectangle у нас стоит а у текста нет поэтому здесь off и здесь он вот такие дела итак выходим из символа у нас теперь нужно разместить вот здесь текст как в оригинале там идет видео курс название видео курса да это лучше сделать отдельным символом берем текст пишем здесь видео курс точнее пишем здесь сначала текст берем цвет ему белый давайте его вниз так ему надо сделать как-нибудь вот так по центру так можно немножко увеличить размер в общем делаем тут текст и здесь у нас еще один есть текст большими буквами видео курс да вот здесь берем еще один текст он у нас большой и немножко он повернут у нас можно так так расположили так как вам нужно и теперь эти оба текста в один символом конвектируем я назвал его футер текст окей заходим внутрь нам теперь выходим пока символ нам нужно теперь знать когда им появится да то есть у нас выезжает начало нижняя панель она у нас футер давайте зайдем в нее и посмотрим вот смотрите как легко запоминать время есть если вам надо знать например когда заканчивается анимация прежде чем начнется какая-то другая и вам нужна четкая последовательность да вот ставим в конец анимации и вот здесь вот эта желтенькая нам показывает время два раза кликаем выделяем это время копируем выходим из символа футер текст так во первых переместим его ниже чтобы футер был внизу а этот чуть выше да заходим в футер текст смотрите тут кликаю два раза по времени удаляю и вставляю то скопированное время нажимаю enter и смотрите как сейчас ползунок дернется точно к этому времени оп видите да 00750 то есть с этого момента мы запускаем анимацию нашего текста значит нижний текст у нас просто проявляется анимацию все отключаем ставим на ноль а второй текст опускаем чуть ниже он у нас немножко выезжает сверху так теперь включаем анимацию двигаем ползунок двигаем чуть-чуть наше слово в видеокурс и так же он у нас от прозрачного здесь я переворачиваю анимацию выделяем наш тот текст и ему тоже прозрачность с нуля я сделал на 100 вот таким вот образом получается выделяем оба текста в самом начале ставим ползунок и делаем здесь off все как обычно да на начало анимации он включаем вот таким вот образом да и в конце не забываем ставим стоп давайте выходим из символа так контур энтер и посмотрим что у нас получилось и так обновляем страницу смотрим вниз видно да у нас текст не позже не раньше а именно тогда когда нам нужно выезжает вот таким вот образом первая страничка контент у нас готова в следующем уроке значит мы разберем так чтобы по нажатию на первую кнопку курс 1 как бы подгружалась вот эта вся информация потому что эта информация относится к первой кнопке да соответственно при нажатии на второй кнопке будет соответственно играть второй контент и здесь у нас контакты ну прям вот как в примере да то есть все то же самое увидимся в следующем уроке я и а а а и Субтитры создавал DimaTorzok